Отличный триллер, шикарные драки, скорее беги в кино, чтобы не пропустить. Самое интересное, это официальное описание для фильма с возрастным рейтингом 18+. Небольшой городок в Неваде во время разгона свадебной драки, отличные экшн-кадры. Молодой полицейский Валерий Рианг получает принцессу от заезжего холыща по щам. Только его определяют за решетку вместо полицейских участок, как дежурных копов на пустынной дороге, чуть не врезается на машине какой-то пьянчуга, там реально еще чуть-чуть и была бы авария. Сука, кто пишет такие сценарии? Его сажают в другую камеру, он оказывается тут неспроста. Скоро, прежде, тихий полицейский участок станет местом жестокого противостояния. А Валерой придется принимать непростое решение, прибить табличку на гвоздь или проглядеть на саморезах. Это не фильм, это копировальный магазин. Он на что-то похож, но немного не дотягивает. Хорошие рейтинги, которые почему-то падают. Если ты посмотрел этот фильм, напиши в комментарии, что она там принимает. Я удивлен, это переснятый советский фильм с такой же идеологией. Потрясающий фильм Кэнди Шоп. Коп-шоп или плохой и хороший коп. Как отдельный жанр, атмосфера все время нагнеталась, все время ждешь чего-то впечатляющего. Не могу удержаться. Я пять минут назад посмотрел этот фильм, и у меня есть несколько вопросов. Вот смотри, по-моему, так не должно быть. Пистолет без магазина, интересно, чем она стреляет. Это тонкая грань между добром и злом, разделяющей 15 сантиметров над головой. Автоматическое оружие ведет себя по-разному, но он как будто чувствует, что он стреляет. Но это все детали, давай пробежимся по сюжету. Один парень от кого-то сбегает, у него и семья, за которую он переживает. Но вместо того, чтобы их предупредить об опасности, он решает попасть за решетку на полтора года, ударив полицейского при исполнении. Встроенную Валерию Янг, это важно. Ведь когда в полицейском участке становится скучно, они начинают играть в ковбоев на рабочем месте. Знаешь, где у него висит пистолет? Куда, как она думает, все мужики должны пялиться. Ну ладно, чего не бывает. В общем, ее и она вырубает странного персонажа, Фрэнка Горилла, которому очень за решетку надо. Его преследует знаменитый актер, чью личность не раскрывает. Вернемся к официальной части, я зачитаю. Валерии Янг, который решает остановить разгром на свадебной драке, подвергается нападению преступника Тедди Муретто, даже не подозревая, что совсем скоро полицейский участок оказывается в осаде, и за головой Тедди придут вооруженные до зубов головорезы. Бля, мы разные фильмы смотрели. Хорошая завязка, они оба в один полицейский участок попадают, дальше происходит ничего. Они в камерах сидят и болтают между собой, раскрывая сюжет, что один убегает, другой догоняет, интрига нарастает. И вот попытка сбежать, отличная сцена, которая приводит никуда. Профессиональный наемник в упор стреляет, не попадает, его опять за решетку сажают. Дальше комедийная ситуация, полицейские смотрят сообщника подозреваемого, в полицейский отдел заходит мужик с шарами, подозрения не вызывая. И тут такое совпадение, на экране мониторий перед полицейским одно лицо, забавно, правда? Ну ладно, чего не бывает. Что ж такого ожидает? Приходит бригада скорой, не повезло, ребята. Откуда-то выходит еще один полицейский, подведем итог. Мертвый коллега на посту, два погибших санитара, надувные шары и незнакомый мужик сидит перед ним. Что будет дальше? Читай по губам. Этот преступник психопат, так его описали, он ходит по полицейскому участку без разбора, стреляет за гнолгера или в камеру к нити героям. Отличный момент, очень зрелищный, всем советую его пересмотреть. В этот момент в здании вернулись еще два полицейских. Они видят на полу гильзы и в стенах следы от пуль. Ничего не напоминает. Конечно, кто-то посреди носи затеял ремонт. Куёчет кувалды и по 30-метровому слою железобетона. Что тут странного? Киногрехи бывают разные. Тиль слева, а в следующем кадре справа. Но это не про этот фильм. Здесь человек прошел сквозь девушку и через дверь. Агент 47. Фильм интересный. Если ты чего-то ждешь, каждый раз, когда накал доходит до предела, происходит ничего. Концовка просто шикарная. Главная героиня скоро угнала. Что бы произошло? Опять ничего. Для таких сценаристов отдельный котел. Если ты любишь словесные баталии, ни о чем, то фильм тебе, скорее всего, понравится. Понравился ли фильм? Нет, конечно, да. Спасибо за просмотр. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые видео.